МИСТИКА Видеодоказательство присутствия призрака Это больно дожится Я не убегаюсь Неупокойная душа Им удалось зафиксировать нечто потустороннее Это энергетика, темная энергетика Фейк, выдаваемый за призрака Всем скепсис-привет Призраки, полтергейсты, нехорошие дома и квартиры Темы, которые часто эксплуатируют популярные мистические телешоу Вы смотрите Битву экстрасенсов Обычно такие истории начинаются с сообщений очевидцев А о некой паранормальной активности Всего лишь анекдоты, истории из личного опыта Которые не всегда поддаются проверке Прямо чувствую, что она смотрит на тебя Что-то происходит паранормальное Очевидцы пишут на битву экстрасенсов Их опрашивают редакторы перед съемками Затем приходят экстрасенсы Начинают колдовать, рассказывают о происках демонов Злых ведьм Находят всякие подклады Астральные воронки Это мракобесие И это подается как бушит Расследование паранормального Мы не остановимся Ни перед чем Но бывает, что и нечто странное Фиксирует видеокамера Или вот еще одно Такое свидетельство потустороннего Темнота надвигается и замирает Здесь есть, что изучать Расследование этих двух случаев Пожалуй, и начнем Вам страшно? Начнем с самого свежего Ярославль Хоррор-квест в заброшенной части города Кровища на стенах Мертвецы и зловещие клоуны прилагаются В одной из таких квест-комнат Мистика стала не шуткой, а реальностью Мистика Неприятные ощущения Смогут ли экстрасенсы разобраться в происходящем? Спойлер Не смогут Так как сценарий, который написали редакторы Для экстрасенсов настоящего расследования В себя не включал В редакцию битвы экстрасенсов обратились работники этого самого квеста В квест-комнатах стало происходить странное С тех самых пор, как некий сгусток появился на одной из камер видеонаблюдения Более года назад сами сотрудники квеста перепугались до полусмерти Смотрите, прямо из ниоткуда в комнате вырастает пятно света Она появилась у стены Прошла вот сюда, постояла и ушла в дверь Никто не может объяснить, что это такое Я не смог найти объяснение того, что у нас произошло Еще есть две девушки-администраторы По их мнению, это действительно призрак Они напуганы и рассказывают о других странных событиях Это радио у нас само включилось В принципе, оно вообще не работает Огромное зеркало, примерно 3 на 2 метра Оно упало на пол и разбилось в мелкие осколки Когда именно это происходило, повторялось ли, видел ли это кто-то еще Детали всех этих происшествий неясны Поэтому разбирать их сегодня я не буду Мы приняли этот вызов и приехали в Ярославль На испытания по очереди приводят экстрасенсов Почувствуют ли они здесь что-то паранормальное? И главное, найдут ли ответ на самый важный вопрос Что это? Зачем оно сюда приходит и пугает людей? Первый — Григорий Кузнецов По легенде, Григорий — знаток рун и мастер сексуальной магии Даже неверящая в экстрасенсов Катя признавала С заданием Григорий справился блестяще Раскроет ли он тайну зловещего пятна, который зафиксировали камеры наблюдения? Естественно, Григорий ощущает в комнате потустороннее Я ощущаю присутствие какой-то души В этом месте что-то потустороннее И обнаруживает портал Экстрасенс был уверен — это комната-портал Авторы квеста сами открыли двери для гостей из иного мира, исказив руны Только на стенах никакие не руны, а обычные знаки зодиака Смотрите, вот это руна Хагалас Это став рунический Здесь неправильная руна Атилу Интересная способность у Григория — видеть руны там, где их нет Григорию показывают видео с тем самым сгустком К счастью, здесь никаких рун он не обнаружил Но увидел другое Для экстрасенсы ответ был очевиден Неупокойная душа, у меня такие-то, она не отсюда Одни фантомы кругом Затем приводят остальных экстрасенсов по очереди Каждый чувствует что-то паранормальненькое Один говорит, что на видео дух самоубийцы Мертвый мужик лысый, татуированный он какой-то Другой видит некий сгусток негативной энергии От людей оставлен страх энергетический Кандидаты на вылет, как самые слабые экстрасенсы, ничего сказать не смогли Я не могу, извините За шквар чувствую А вот бывший КВНщик вышел последним и дополнил картину Суллицинник здесь ходит, у него низкочастотный, он вам ничего сделать не может, он боится пожара И он охранит здесь от пожара все Да ладно? В общем, суммарный итог экстрасенсорного расследования такой Якобы это дух мужика, который погиб в пожаре в совсем другом месте, где погибло еще семь человек Фантомы кругом Призрака привлекли через портал из другого мира неправильно начертанные руны на стенах На самом деле зодиак И, наверное, зеркало Ну что зеркало стоит? Часто вот такие вот низменные существа, они через зеркало А еще виновата число семь, начертанное на стене И петарды В этом мы работаем с огнем Вы сказали, огонь, взрывы Мы поджигаем и взрываем петарды Так неужели мужчина, который покончил с собой и сам того не желая утащил на тот свет семерых человек Теперь защищает живых от огня? Такова версия команды телеэзотериков Теперь мой черед Я сейчас все это почистю Нет, прибегать к помощи третьего глаза и всяких ритуалов я не буду Так сложилось, что тема расследований паранормальщины мне интересна И я довольно много по этой теме читаю Правда, вся толковая литература о научном подходе в расследованиях на английском языке Но не беда, если есть Puzzle English Puzzle English – онлайн-сервис для самостоятельного изучения английского языка На сайте свыше 6 миллионов пользователей Puzzle English заменяет репетиторов Позволяет учить английский самостоятельно и недорого Множество типов занятий Видео, аудиопазлы и целые уроки В комментариях вы можете задавать вопросы экспертам, если что-то непонятно Тренажеры слов, подкасты, личный план занятий Новый контент для обучения появляется каждый день Я лично делаю так Когда я читаю и вижу незнакомое слово Я копирую его в список на сайте Puzzle English и учу слова с помощью тренажера Так я уже выучил около 3000 новых слов Кстати, можно заниматься не только на сайте, но и в мобильных приложениях Учите английский по отрывкам из фильмов и сериалов Песням, играм, подкастам, целыми курсами Или по методу титчера Не придется себя заставлять, ведь занятия интересные Развивайтесь вместе с Puzzle English Вернемся к расследованию В начале сюжета битвы экстрасенсов говорилось о попытках руководителей квеструма Разобраться с тем, что они наблюдали на видео Мы отнеслись к этому скептически И пытались найти какое-то объяснение этому Списывали на глюки камеры Какие конкретные эксперименты проводились хозяевами, почти не уточняется Камеры снимали, мы их прочищали, мы их вытирали Пылили, я не знаю, что делать Пытались просто как-то понять, что это такое на самом деле И невозможно понять, насколько такие опыты были аккуратными Сомнений не было, это не таракашки и не пыль А у меня все-таки сомнения появились Да, на пыль действительно не похоже Но как-то слишком легко отбросили версию с насекомым Далее я слышу Там прямо большое тело передвигалось Причем он передвигался не направленно Он передвигался и слева направо, и вверх вниз И останавливался Я связался с создателем и руководителем квеструма Андреем Зайцевым Он сказал, что не верит ни в паранормальное происхождение объекта на записи Не в экстрасенсов Андрей Зайцев любезно предоставил мне Исходные записи видео для анализа Всего 4 небольших фрагмента Эти записи сделал администратор Дарья на свой смартфон Камера наблюдения в этой комнате не записывала А только транслировала картинку на монитор администратора В сюжете битвы экстрасенсов уверяли, что призрак ходит по разным помещениям квеструма Как у себя дома Но все видеозаписи, на которых присутствует таинственный сгусток Сделаны только через объектив одной камеры Номер 5 В соседней комнате также есть камера Но ни в нее, ни в другие камеры квест-комнат сгусток не попадал В выпуске передачи эта деталь даже не упоминается Но детали, вот что важно для любого расследования Я узнал, что впервые сгусток появился на видео 6 апреля 2017 года Затем 7 апреля А спустя недолгое время, по словам работников, и вовсе перестал появляться О том, что этого призрака хоть кто-то раз видел собственными глазами Не через объектив камеры Никто не сообщал Так что связь между появлением таинственного пятна на видео И огнем с петардами в игровых сценах Это лишь вымысел редакторов телешоу Вложенный в уста диктора и экстрасенсов Как огонь, хлопок, крики И каждый раз после игровых сцен с огнем сотрудники видели кошмарный сгусток Как и случай с разбившимся зеркалом А может быть и то разбившееся зеркало, которое так напугало девушек Было еще одним порталом для прохода из потустороннего мира А, еще один портал Огромное зеркало, примерно 3 на 2 метра Упало на пол и разбилось в мелкие осколки Не ясно точно, когда именно случай с зеркалом произошел И вообще при чем тут сгусток на видео Может ли быть такое, что его притягивает сама игра? Ладно, давайте все-таки вернемся к исходнику С которого все и начиналось Прежде чем признать, что это призрак Нужно исключить все иные возможности Но если не призрак, тогда что? Я нашел похожие случаи Призрак у здания суда в Санта-Фе, США В 2007 году камера наружного наблюдения Зафиксировала движение призрака Так считали многие Скептик Бенджамин Редфорд расследовал этот случай Редфорд провел эксперименты И разгадал тайну призрака Размытый светящийся объект на видеозаписи Это божья коровка, которая случайно попала на линзу объектива Эта история попала на телевидение И ей посвящена страница в Википедии Редфорд, чтобы подтвердить свою гипотезу И повторить эффект призрака Нарочно сажал на камеру насекомых Другой похожий случай В 2008-м Тренажерный зал в Канзасе На записи одной из камер наблюдения Белый шарообразный объект, который перемещается по залу Призрак, как считали многие, и владелица заведения Бенджамин Редфорд изучил эти записи И пришел к выводу, что это опять же насекомое Какое конкретно, он не выяснил Но один из ключей к разгадке Тот факт, что предполагаемый призрак Не попал в объектив других камер Которые установлены в помещении Ничего не напоминает? Все это похоже на наш случай Объект мы наблюдаем через одну единственную камеру Если это был призрак, бродящий по комнатам Его бы обнаружили и другие камеры Также объект не в фокусе Выглядит сильно размытым Как будто находится на очень близком расстоянии к объективу Характер движения сгустка Также напоминает поведение насекомого Он двигался и слева направо, и вверх вниз И останавливался Правда, я заметил некоторую аномалию в его передвижении С ней еще придется разобраться На всякий случай ссылка на исходное видео в описании Если кто-то захочет проанализировать их самостоятельно Моя гипотеза – это насекомое И я собираюсь выяснить, какое именно Я уже договорился с резиденцией квестов Скорее всего, этой весной я смогу проверить свои предположения И попробую воссоздать эффект призрака на видеозаписи А заодно выясню, что не так с этим радио, зеркалом Почему электронная картина включилась именно в тот момент Когда приехала съемочная команда Интерактивная картина на стене внезапно включается И что за портал в квест-комнатах обнаружили экстрасенсы Двери, порталы Для своих расследований паранормальщины Я собираю экипировку и команду Вы, дорогие зрители и подписчики Можете поддержать меня материально на Патреоне Ходят слухи, что для моих патронов Видео выходит раньше и без какой-либо рекламы Также присылайте мне другие видео и сообщения о замеченной паранормальной активности Для будущих расследований Все ссылки и контакты я оставлю в описании В завершение рассмотрим еще одно видео Тот случай, когда перед нами фейк, выдаваемый за призрака И прямо сейчас вы увидите то, что мы никогда не показывали Сюжет с тамбовским элеватором смерти Заброшенное высокое здание Суициды подростков Экстрасенсы Расследовали тайны смертей В 12 серии 16 сезона Вместе с толпой зевак А вот слова ведьмы Мерлин Киро Из спецвыпуска по этой теме Тори тут сделали самоубийство Тянет живые сюда То есть получается их призраки заманивают сюда живых людей? Именно Диктор с голосом ведьмака Геральда нагнетает Мы решили еще раз внимательно пересмотреть запись Медленно, кадр за кадром И обнаружили это Женщина На втором этаже повесилась Вы видите что-то за спиной у Мерлин в окне Темнота надвигается и замирает Так неужели им действительно удалось зафиксировать нечто потустороннее? Что же это такое? Это энергетика, темная энергетика И все Ладно, давайте посмотрим поближе Кладем 18 выпуск 16 сезона в программу монтажа И играем с инструментами цветокоррекции Высветляем и видим Что-то темное, размытое На втором этаже повесилась Есть важный момент Нужно также смотреть другой выпуск То есть тот, в котором была исходная съемка сюжета с тамбовским элеватором Важно анализировать исходники Высветляем видео также в программе монтажа И не видим никакого призрака В кадр просто попал мужчина из толпы зева На втором этаже повесилась Вот голова, черная шапка, куртка на молнии и руки в карманах Видимо, монтажер битвы экстрасенсов превратил мужика в темную сущность Когда отредактировал исходное видео Что же, сегодня мы увидели свидетельство очередного фарса битвы экстрасенсов Одна загадка с призраком раскрыта А для другой я дал объяснение Это еще надо перепроверить, когда я поеду в Ярославль весной А до тех пор вас ждут новые расследования Следите за новостями, подписывайтесь на мой канал Субтитры создавал DimaTorzok